Икону Божьей Матери Иверская Икону Божьей Матери Иверской Икону Божьей Матери Испасает нас В эфире очередной выпуск программы «Мир Православия» И сегодня мы расскажем о следующем Служение предстоятеля, блаженнейший митрополит Киевский и всеукраины Ануфрий Посетил Хустскую епархию Облейся потом Благотворительная акция Запорожской епархии Тихое паломничество Православная община людей с недостатками слуха Посетила монастыри урочища Кипячие Наши святыни Вознесенская Демеевская церковь в Киеве Сохранение памяти Именем гениального музыканта Ленина Когана Названа Днепропетровская областная филармония Благотворительный культ поход Дети вынужденных переселенцев Посетили спектакль в Театре Франко Сокровища Полесья В Киеве открылась выставка художников Житомира 20-21 октября состоялся архипастерский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевской и всеукраины Ануфрия В Хустскую епархию Визит был посвящен 100-летию Мара Морож-Сиготского процесса над православными На этом судебном процессе 100 лет назад были осуждены люди За исповедание православной христианской веры Закарпатское село Иза, что неподалеку от Хуста, не зря называют святым Лишь в первой половине 20 века отсюда вышло 160 монахов Память о двух из них здесь берегут особенно трепетно 20 октября 2001 года к сонму местно чтимых святых был причислен наместник Никольского монастыря Схиархимандрит Алексей Кабалюк Прославленный как преподобный Алексей Карпата-Русский Выходец из униатской семьи он сознательно избрал православную веру Которую считал единственно благодатной И эту веру он не предал, несмотря на преследования как со стороны австро-венгерской власти Так и советской Во время Амара-Морож-Сиготского процесса над православными Священник Алексей Кабалюк был одним из главных обвиняемых Сто лет прошло со дня того страшного судилища Остались в памяти воспоминания, которые передаются из поколения в поколение В семьях православных русинов О подвигах защитников православной веры на Закарпатье Сказал в своем архипастерском слове во время богослужения В день памяти Алексея Карпата-Русского Предстоятель нашей церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий Который находился там с первосвятительским визитом Божественная литургия, возглавляемая блаженнейшим владыкой Сослужение и сонма архиерея в церкви Совершалось под открытым небом А ее участниками были тысячи верующих Запорожская епархия обратилась к горожанам С просьбой прийти в запорожский военный госпиталь Чтобы усердно потрудиться, облиться потом И приблизить тот день, когда больница сможет оказывать помощь всем нуждающимся Эту акцию владыка Запорожский и Мелитопольский Лука Условно назвал «Облейся потом» Возникла такая идея, как реакция на акцию В которой участник обливает себя водой перед камерой А затем перечисляет необходимую сумму на благотворительный счет Руководствуясь принципом «меньше шоу, больше смысла» Запорожская епархия начала свою акцию Но обливались участники не водой из ведра А потом от усердной работы Мы призвали всех провести запорожская епархия Выступила с инициативой провести такую акцию Приди, облейся потом, потрудись на благо нашей Родины Вот здесь, на военном госпитале Вызов потрудиться приняли священники и горожане Несмотря на то, что носить тяжести и дышать пылью Не так полезно для здоровья, как облить себя водой Все же помощников собралось немало Будут демонтированы старые двери Будут проведены шпаклевочные работы В предоперационной палате И на территории, конечно Кто? Кто здесь виноват? Ну, не знаю Время рассудит, время покажет, что и как Ну, в данный момент надо просто Не быть в стороне Вот ради чего я здесь сейчас нахожусь Как человек я хочу помочь Не то, что там конкретному человеку Вот был такой, это сам Владыка Лука Воин Естинецкий Он хирург и священник И он лечил в Ташкенте и белых, и красных Время гражданской войны Он лечил и белых, и красных Так что, кто здесь белый, кто здесь красный Не мне судите Мы просто Просто хочется внести какую-то лепку И не подвести Владыка Я когда сегодня услышала, что архиеписк Владыка Приглашает сегодня на три часа всех неравнодушных людей На субботник по уборке госпиталя Я с удовольствием согласилась И всегда это буду делать Потому что стоять в стороне В это наше тяжелое очень время Просто, ну, я не знаю, как можно быть равнодушным и безразличным Работы еще много Хватит каждому патриоту До того, как двери госпиталя откроются Для требующих медицинской помощи военнослужащих Они открыты для всех желающих скромно и тихо помочь своей стране Десятилетний юбилей празднует Киевская православная община людей с недостатками слуха Что при Свято-Троицком Ионинском монастыре Первое богослужение с ордопереводом состоялось именно в этом храме в 2004 году С тех пор глухие православные имеют возможность исповедоваться на жестовом языке Вести духовные беседы, ездить в паломнические поездки В одну из таких поездок в монастырь урочище Кипячей Житомирской области Отправились члены общины вместе с нашей съемочной группой Кипячее назвали это урочище потому что По преданиям здесь некогда бил источник, вода в котором кипела Ныне в этом урочище есть чудотворные источники и без кипения И два монастыря, мужской и женский Оба богородичные Мужской в честь Казанской иконы Богородицы Женский в честь Афонской Монастырь построен по населению В основании храма заложены афонские камни Женская обидель была построена в 2003 году Она на год старше Киевской православной общины глухих Первую литургию в Киеве перевели на жестовый язык в октябре 2004 года Ольга Степановна хорошо запомнила этот день Был радостный день Я была в восторге Что есть община, люди глухих Первый молебен был У преподобного Иоанна Чудотворца Киевского Были переводчики, перевели молебен Она обрадовала, что была служба, открытый мир Что она поняла службу Рассказ о монастыре Благочинной Марии Переводит на язык жестов волонтерка Надежда Свиридовская Руками и губами она рассказывает Что в этом монастыре множество святынь со святой горы Есть мощи 24 старцев афонских Частичка о поясе Божьей Матери Чудотворная икона Троиручица Надежда говорит, что 10 лет тому назад Мало кто умел жестами показывать церковные термины Сосели за круглый стол Собрали переводчиков православных Батюшку посадили за круглый стол И спросили, как же нам переводить Вот жесты, вот есть такие, есть такие А смысл такой Вот и вот посовещавшись, решили Сделали церковный словарь Где было определено, что Иисус Христос Показываем пальчиками Как раз был распят именно в ручки Именно в ладошечки Вот Или жестами Иха Иисус Христос На территории монастыря есть чудотворный источник Священномученика Киприана Мученицы Иустинии Его водой умываются паломники Из киевской общины Голуких Радуются, как дети Они вообще умеют радоваться жизни Говорит отец Григорий Крижановский Их духовный наставник Они милые люди Они с разными характерами То есть я бы не делал никакой разницы И даже я бы не говорил, что они не слышат этот мир Почему? Потому что они не слышат звуков То есть звуковой волны Ну хорошо, значит они что-то слышат То есть они до них доходят быстрее, чем для людей слышащих Люди с тишиной в ушах Как дети радуются встрече с козочками, страусами, осликом Жестами и мимикой живо обсуждают увиденные Спешат на встречу с игуменьей монастыря Екатерины Одна только женщина по колено зашла По колено упала Умывались Да, умывались Умывались, пили водичку Да, водичку дали и все Спасибо 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 Настоятельница обители в честь Афонской иконы Божьей Матери Благословила киевских паломников И подарила каждому иконку с улыбающейся Вифлеемской Богоматерью Присвятая Богородица Спасибо А неподалеку в лесу стоит другой монастырь Мужской Казанской иконы Богородицы По преданию в 1911 году в Родниковой воде явилась она Теперь в урочище Кипячие на Житомирском полесе приезжают за исцелением Духовным, душевным и телесным Так за один день паломничества члены киевской православной общины глухих Побывали в двух монастырях на живоносных источниках Далее об освящении нового православного храма в Норвегии И о древнем тексте Нового Завета на немецком языке В эфире Международные новости В Нью-Йорке началось восстановление храма, разрушенного вследствие теракта 11 сентября 2001 года 18 октября состоялось освящение, место под его строительством Чина освящения совершил глава греческой архиепископии Константинопольского патриархата в Америке архиепископ Дмитрий Построенный в 1916 году греческими эмигрантами Храм в честь святителя Николая стал единственным культовым сооружением На которое упала южная башня Всемирного торгового центра Новый храм будет стоять на расстоянии квартала от погибшей церкви Напротив мемориального музея трагедии 11 сентября Переговоры о возможности восстановления храмового здания длились 12 лет Никольский храм-памятник планируют осветить в 2016 году В Норвежском городе Стиклестад освящен православный храм в честь святого Олафа, короля норвежского Церковь построена на месте его гибели Чин освящения и божественную литургию совершил викарий Московской епархии архиепископ Егорьевский Марк Новый приход входит в юрисдикцию и русской православной церкви Освящение храма было приурочено к тысячелетию крещения короля Равно апостольный Олаф, креститель и просветитель норвежцев При нем большая часть жителей страны приняла христианство и открылись первые в Норвегии православные храмы В Каире состоялась презентация новой программы туристического маршрута Посвященного пребыванию в этой стране святого семейства Иосифа, Марии и Маленького Иисуса Маршрут будет пролегать по территории, по которой почти две тысячи лет назад странствовало бежавшее от царя Ирода в Египет в святое семейство По мнению экспертов, проект, помимо привлечения в страну миллионов туристов, окажет влияние и на развитие экономически отсталых регионов, находящихся на маршруте следований Путь, по которому прошли Иосиф и Мария с младенцем, составляет три с половиной тысячи километров и будет включать в себя 25 пунктов посещения В немецком городе Нойбург выставили древнейший текст Нового Завета на немецком языке, созданный в 1430 году Манускрипт был написан по поручению баварского герцога Людвига VII Это пергамент размером 53 на 37 сантиметров Через сто лет художник Мэтьис Герунг выполнил к ней серию миниатюр Всего книга имеет 307 страниц и 146 миниатюр Местом ее постоянного хранения сегодня является Баварская государственная библиотека в Мюнхене Далее в программе вы увидите Наши святыни Вознесенская Демеюшская церковь в Киеве Сохранение памяти Именем гениального музыканта Леонида Когана названа Днепропетровская областная филармония Благотворительный культ поход Дети вынужденных переселенцев посетили спектакль в театре Франко Сокровище Полесье В Киеве открылась выставка художников Житомира Едва ли можно найти киевлянина, который не знал бы о небольшом вознесенском храме Больше известном в народе как Демеевский Эта церковь была построена в 1882 году в предместе Киева, поселке Демеевка Как раз в то время киевское предместе стало активно развиваться Небольшая Демеевка это некогда был поселок на юго-запад от Киева по дороге Новосельков Там жили работники окружающих новообразованных заводов Люди испытывали острую необходимость в собственном храме Потому что ближайшие церкви не могли вместить всех желающих Именно для демеевчан и был построен деревянный храм в честь вознесения Господня Вскоре после его освящения стало понятно, что храм не может вместить всех прихожан Поэтому в 1900 году было решено расширить церковь с западной и южной сторон Благодаря чьему помещение увеличилось почти вдвое Тогда же деревянные стены церкви обложили кирпичом В 1907 году произошло событие, благодаря которому храм стал общеизвестным 25 июля здесь венчалась с Климентом Квиткой всемирно известная украинская поэтесса Леся Украинка Позже именно этот исторический факт неоднократно спасал храм от уничтожения в атеистическое время С начала 20 века демеевка входит в состав Киева Это обусловило еще более интенсивную застройку бывшего поселка Особенно тяжело отстаивать право на существование прихода пришлось после революции Соседние территории постепенно застраивались высотными зданиями И храм оказался словно в каменной ловушке Видя лакомый участок земли, соседи добивались снесения этого, как тогда многим казалось, ненужного культового сооружения В те годы верующие киевляне мужественно выступили на защиту своего родного храма Несмотря на все трудности, преследовавшие церковь на протяжении всего ее существования, она ни разу не закрывалась С момента освящения и по сей день здесь постоянно проходят богослужения На протяжении нескольких последних десятилетий божественная литургия, кроме понедельника, совершается здесь каждый день Сегодня стены Вознесенской церкви украшены изнутри богатыми росписями, выполненными по мотивам росписи Виктора Васнецова в Киевском Владимирском соборе Благодаря такому внутреннему убранству скромная церковь стала по-домашнему уютной Сегодня бывшее село – это мощный индустриальный транспортный и научный центр Киева Кроме нескольких столичных заводов, здесь есть Центральный Киевский автовокзал и главная книгохранилища государства – Национальная библиотека имени Вернадского Один из лучших столичных парков – Голосеевский в этом же районе Несмотря на новые застройки, он сейчас манит к себе киевлян и гостей столицы И все же самая древняя и главная достопримечательность района – Вознесенская церковь Демеевский храм, как и когда-то, напоминает нам о Старом Киеве с его предместями и рабочими поселениями Вознесенская святыня вот уже более века – это душа и сердце старинного киевского предместия, историческое название которого – Демеевка В этом году исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося скрипача и музыкального педагога Леонида Когана Народного артиста Советского Союза, который родился и начал свой творческий путь в Екатеринославе, ныне Днепропетровске А недавно имя гениального музыканта присвоено Днепропетровской областной филармонии Ему еще не было 13 лет, когда о нем заговорила вся страна В 16 лет, 16 марта 1941 года, он блестяще сыграл скрипичный концерт Брамса В 1943 году поступил в Московскую консерваторию, по окончании ее был оставлен в аспирантуре Всемирно известный скрипач Леонид Коган Его восхождение на музыкальный олинг началось в Днепропетровске Имя знаменитого земляка с недавних пор увековечено в родном городе музыканта Оно присвоено Днепропетровской областной филармонии Это важно, прежде всего, для истории, для потомков Потому что, почему мы хорошо знаем эпоху Ренессанса Почему мы радуемся, когда идем в музеи и видим картины 18 века Наверное, потому что каждый в своей эпохе сделали то, что, наверное, уже никогда не повторится Помнить о талантливых земляках и увековечивать их имена для потомков Значит, по-настоящему гордиться своим городом В первую очередь это осознают представители интеллигенции Заслуженный артист Украины Евгений Токолов Долго добивался увековечивания имени великого скрипача в названии филармонии Для Днепропетровска он так же, как, наверное, Николо Паганини для итальянского города Генуи Таким человеком Днепропетровск и Украина счастлив гордиться его творчеством, его мастерством Леонид Коган родился в 1924 году в Днепропетровске в семье фотографов В семилетнем возрасте он учился в музыкальной школе при Днепропетровском музыкальном училище И демонстрировал недюжинные способности Эта музыкальная школа была при училище, как бы, в те годы И при даре ребенка, который неполные 10 лет уже был лауреатом всеукраинского конкурса И играл с симфоническим оркестром Харькова Этот дар Божий каким-то образом соединился с прекрасным даром его педагога Критики утверждали, что этот музыкант родился со скрипкой в руках Не случайно в художественном фильме о Паганини музыка великого итальянского гения звучит в исполнении именно Леонида Когана Леонид Коган достиг в своем мастерстве самых высоких вершин признания Пресса его называла великим виртуозом нашего времени В музыкальной школе бережно хранят память о музыканте Учеба в школе, где азы музыки постигал великий скрипач, возлагает огромную ответственность Я счастлива, что работаю в такой школе, которая дала всему миру Леонида Когана Поэтому о Леониде Когане и о его жизни, о его творческом пути, о его победах на конкурсах Мы говорим на каждом уроке Память о Леониде Когане хранит и вот этот Днепропетровский дворик В этом доме по улице Ленина 9 прошло его детство Друзья вспоминают, что после уроков мальчишки любили гонять в футбол Они играли там в футбол и подбегали к балкону И кричали, Леня, в футбол иди играть Выходила мама и предупредительно сообщала, что ребята Леня, еще пару часов нужно позаниматься на скрипочке, поэтому не беспокойтесь Сегодня старожилов, которые помнят семью музыканта, уже трудно найти Но жители дома благодарны, что память о великом скрипаче возрождают Днепропетровская филармония через дорогу На ней уже красуется имя Леонида Когана Новый концертный сезон начинается с именем всемирно известного скрипача, рожденного в Днепропетровске Несколько недель назад на сайте Киевского театра имени Франко появилось объявление Приглашаем участников АТО и детей беженцев бесплатно посетить спектакль «Бременские музыканты» по мотивам сказки «Братьев Гримм» Волонтеры и благотворители мгновенно сориентировались и организовали культ поход детворы в известный театр В целом на спектакль приехали 600 мальчиков и девочек Тему продолжат наши корреспонденты Некоторые из них еще ни разу не были в театре Поэтому дети с таким нескрываемым любопытством осматривают зал и с нетерпением ждут, что же будет дальше Юные зрители рассказывают, мультик «Бременские музыканты» видели и любят Какой это сказка будет на сцене, не представляют В мультике спектакль чуть-чуть это отличается, но думаю почти похоже Мы с ним всегда ходили в детский кукольный театр в своем городе А тем более с таким удовольствием посетим и театр Минифранка в Киеве Как только гаснет свет, детские голоса затихают Появляются знакомые герои – короли, принцессы, уличные музыканты из города Бремен Актеры не просто играют свои роли Они постоянно обращаются к маленьким зрителям, словно советуются с ними Поддерживать такую дружескую атмосферу не просто, говорят актеры Дети более взыскательные зрители, чем взрослые Но спектакль «Бременские музыканты» уже давно одобрен детворой Детям его показывали более двухсот раз Им очень нравится, и для нас очень важно и приятно, что у них хорошее настроение Что они открыты Поэтому мы очень счастливы Важно отвлечь детей, чтобы они могли погрузиться в сказку Чтобы они забывали на какое-то время о том, что они не дома О том, что они далеко от дома Ну, мне кажется, что нам это удается Вот я смотрю на лица детей, на лица мам Они становятся, у нас в Войково, большая православная семья Родители радушно откликнулись на приглашение театра Но перед теми, кто сейчас живет в лагерях беженцев за пределами Киева Стал вопрос, как вместе добраться до столицы Этим занялись волонтеры, нашли автобусы Так, в частности, 15 детей из Войково попали в театр Человек, который хочет помочь, он всегда поможет Он сам нас найдет, он сам найдет этих людей Каждый поможет так, как он отдаст то, что у него есть Кто-то отдает свое время Он приходит и в 11 часов ночи убирается на складе Он отдает свое время Кто-то отдает гречку Кто-то отдает автобус Такие благотворительные спектакли актеры Киевского драмтеатра Франко устраивают не впервые До этого были выступления в военных госпиталях Сейчас здесь думаю, чем еще можно порадовать детвору Ведь на носу новогодние праздники Вы знаете, чем отличается творчество художников Житомирщины от творчества мастеров из других регионов Украины? Говорят, полесские художники очень душевно изображают родной край А еще у них особая манера письма Именно поэтому в Киевском центре украинской культуры и искусства Организовали выставку исключительно из работ художников в Полессе Рассортировали все по жанрам Пейзаж, натюрморт, портрет В целом в галерее представлены картины 20 талантливых художников Выставку посетили наши корреспонденты и уже готовы поделиться своими впечатлениями Задумчивая девочка, рядом дремлет кот А вокруг цветут нежные розовые и белые мальвы Эту красоту, чарующую, вместе с тем убаюкивающую, нарисовала житомирская художница Евгения Забродская Работа называется «Разговор» Написана в 1996 году По словам художницы Евгения, рисовала девочку по воображению Случается, что я даже эскизы не делаю Оно у меня как-то там кипит, кипит, кипит в голове Что-то такое, раз, и на холст выливается Я сразу на холсте все делаю Зимние пейзажи не выдуманы Избушки, написанные с натуры, рассказал автор Юрий Камышный Особенно хочется остановиться у этой работы и согреться в маленьком домике Там внутри, наверное, натоплена печь Из окна словно веет тепло Полесское село, особенно такие избы, любимая тема художника Для меня хата – это символ Украины Как песня Нины Матвиенко, так хата – это гнездышко украинского рода Я когда-то даже сказал, что хата – это лодка человека, в которой он рождается и выходит после смерти из этого бытия На открытие выставки пришли знакомые друзья художников Но среди зрителей было и много прохожих, которые после работы или учебы заглянули в галерею После увиденного уже не спешили домой Кто-то внимательно рассматривал цветочные натюрморты Это как же надо было нарисовать цветы, чтобы они на глазах оживали, удивляются зрители А другие – в восторге от пейзажей житомирщины Самые яркие работы фотографируют на память Все работы абсолютно разные Вон там изображена осень Она такая глубокая, пронизывающая, особенно в это время Сейчас для нас это очень близко, принимая во внимание события в Украине То, что я вижу, так далеко от войны Я думаю, что настанет мирная жизнь Мы получаем вдохновение от искусства, созданного нашими людьми В учебниках по изобразительному искусству вы обязательно прочитаете Житомирская художественная школа действует с 1974 года и считается одной из лучших в Украине И дело не только в технике Прежде всего, эти картины согревают человеческую душу и вселяют надежду Это все новости на сегодня На следующей неделе, в понедельник, 27 октября Православная Церковь чтит память преподобного Николы Святоши Князя Черниговского и Печерского чудотворца XII века 29 октября будем отмечать память мученика Лонгина, сотника, и же при кресте Господнем В тот же день память преподобного Лонгина, вратаря Печерского, жившего в XIV веке Пятницу, 31 октября, Православная Церковь чествует апостола-евангелиста Луку 1 ноября – Димитриевская родительская суббота Всего доброго! Увидимся через неделю!